Субтитры делал DimaTorzok Этот телефон вам, поверьте, пригодится сегодня, потому что тема, которую мы будем поднимать, развивать, я думаю, эту тему сложно как-то упустить из виду, тем более, что практически каждый третий у нас в Самаре автолюбитель, автомобилист, и такая тема, которая сегодня будет у нас здесь раскрываться, вопросы, я думаю, возникнут у вас, так что не стесняйтесь, привлекайтесь к нашему эфиру. Ну и, конечно же, традиционно мы будем для вас что-нибудь разыгрывать, а это сегодня билет к концерту, к юбилею Булата Акуджавы, а также билет на премьерный спектакль «Театр Самарская площадь. Русский и литература». Ну что ж, автоликбец сегодня у нас, и наши специалисты, наши эксперты сегодня, давайте я вам буду их сейчас представлять. Менеджер отдела продаж компании «Автодом» Павел Горожа, здравствуйте. Здравствуйте. Существует, в принципе, ну, наверное, года полтора-два на данный момент. Стараемся, развиваем нашу компанию, хороших сотрудников. Вот. Основная сфера деятельности – это оказание услуг в сфере реализации поддержанных автомобилей. Ну, как вы видели, в последнее время очень много открывается подобных компаний. С чем это связано? Связано, наверное, в большей степени с тем, что Самара, в Самарской области у нас находится Автоград, Тольятти, большое количество автомобилей, само собой, оно их и реализуется там много, у нас их в Самарской области и рядом в соседних областях много. Оборот такой хороший. Ну, само собой. И ввиду этого, наверное, от оборота, от спроса появляется и предложение. В данном случае, вот, появились и мы таким образом два года назад. Ну, вот, если так сказать, какие услуги, какие, может быть, вы предложения хорошие делаете вашим клиентам? Что предлагаете им? По большей степени, наверное, большим спросом пользуется экспресс-выкуп автомобиля. Это что такое экспресс? То есть это быстро как-то? Что-то пришел, выкупил? Все по-разному могут обзывать это предложение. Но в целом все одинаково выглядит. Есть, существует возможность продать очень быстро автомобиль нам. То есть в течение часа приехать, оценить и получить деньги за свой автомобиль. Почему именно экспресс? Потому что сама в себе продажа автолюбителям автомобиля затягивается очень часто по той причине, что ему сложно определить стоимость рыночного автомобиля. То есть нужны какие-то дополнительные данные. То же самое интернет, авито, еще какие-то порталы требуются для этого. Естественно, не каждый является экспертом в данной области. Поэтому кому-то выгоднее приехать к нам и реализовать свой автомобиль нам сразу. Вот этот момент оценки автомобиля происходит у вас как? По фото? Или человек выезжает? Или ваш эксперт выезжает? По фото, я так понимаю, нереально все-таки оценить? Я считаю, что нет. Наверное, это будет субъективно. Даже при всем при том, что человек полностью расскажет про свой автомобиль, как вы прекрасно понимаете. Свой автомобиль каждый человек и любит. И, естественно, про него с какой-то стороны расскажет так красиво, возможно. Поэтому, наверное, БО автомобиля, его нужно оценивать только вживую. И объективная оценка может быть только такая. И как минимум не только визуально, но и желательно, конечно же. То есть технические исправности автомобиля тоже нужно учитывать. Павел, ну вот это получается, что ваши эксперты могут выехать или все-таки автолюбители к вам приезжают? Ну, смотрите, у нас по большинству случаев приезжают автолюбители к нам на площадку непосредственно для совершения оценки автомобиля. Но, в принципе, мы также выезжаем. То есть бывают разные ситуации. То есть, может быть, страховка закончилась у автолюбителей, либо еще какие-то проблемы могут быть. Ну, всякие ситуации бывают. Да, всякие ситуации бывают. Это все обсуждается, я понимаю. Да, соответственно, это все обсуждается также непосредственно по заявке. И, в принципе, оценка занимает в течение получаса, грубо говоря. А кто эти люди, кто оценивает? Ну, наши специалисты, в принципе, профессионалы автобизнеса. Так как уже занимаются не первый год и, в принципе, проходят всевозможные обучения. Поэтому, в принципе, люди у нас опытные и производят профессиональную оценку. Друзья, 202-1-22, если есть вопросы у вас к нашим специалистам, к нашим экспертам, сегодняшним гостям, звоните. Не стесняйтесь. Пока же немножко предлагаю вам развить нашу автомобильную тему. Сегодня наши гости будут выступать еще и в качестве жюри. Будут жюрить ваши творческие способности. И сейчас предлагаю вывести на экран наше конкурсное фото. Разыгрываем пригласительные на спектакль «Русский и литература». Это премьера, 15 мая. Театр «Самарская площадь». Удивительная провинциальная жизнь. Там закрутится и смех, и грех. Как говорят сами сценаристы и актеры. Что бы это значило? Какую интересную подпись вы предложите к этой фотографии? Получайте билеты в театр. На премьеру сходите. Мне кажется, это очень интересно. Хорошо провести время. Мы возвращаемся к нашей автомобильной теме. Вы говорили про экспресс-выкуп. Есть еще комиссионная продажа? Смотрите. Экспресс-выкуп, как правило, это наиболее быстрый способ продать автомобиль. Но он, как правило, менее выгодный. Комиссионная продажа заключается в том, что человек также непосредственно приезжает к нам на площадку для осмотра автомобиля и оценки его рыночной стоимости. И, в принципе, мы согласовываем цену рыночную, которую устраивает продавца. И в короткие сроки мы можем реализовать автомобиль. Какими путями? То есть, в принципе, у нас есть порядка 15 банков-партнеров для нашей компании, которые нам предоставляют всевозможный кредит. В принципе, там разные условия кредитования есть. Ну, кому что удобно получается. Да, да. И, в принципе, также есть услуга обмен, которая, в принципе, по большому счету, многих автолюбителей не интересует. Ну, получается, если вы сотрудничаете с банками, то в кредит тоже можно у вас купить авто? Разумеется. Разумеется, да. У нас в кредит можно приобрести автомобиль как с первоначальным взносом, так и без него. То есть, в принципе, это тоже для многих людей большой плюс. Так как без первоначального взноса люди приходят. То есть, грубо говоря, если автомобиль стоит 200-300 тысяч, ну, часто бывает, людям нужен автомобиль для работы. В принципе, очень часто выручают людей кредит без первоначального взноса. И, в принципе, есть возможность оформить кредит без обязательного полного страхования автомобиля. То есть, это тоже, в принципе, экономит немалые деньги. То есть, вы эту услугу тоже предоставляете, получается? Да, конечно. 202-11-22, телефон прямого эфира. Автовопросы, какие есть у вас, автолюбители. Ждем ваших звонков. Задавайте, не стесняйтесь. Какая еще у вас есть возможность, вот как сейчас, в прямом эфире, позвонить, спросить, может быть, как раз-таки вы созрели на продажу или на покупку авто. Вот получается, что люди, которые сейчас приходят продавать свои автомобили, они потом могут у вас что-то там как-то тоже выбрать для себя, к примеру? Такие случаи бывали? Ну, если с точки зрения рассматривать трейд-ина, как это называется у официальных дилеров, такое тоже происходит. Зачастую, как может произойти, человек приехал продавать свой автомобиль. И увидел тут что-то. Увидел, да, что-то интересное для себя. Что-то, может быть, он не знал подобной марки, либо не знал объективной информации по данному автомобилю. Вот. Посмотрел. Приглянулось. Мы ему все адекватно рассказали. Ему это понравилось. Соответственно, мы оценили его автомобиль. Он для себя принял какое-то решение по поводу нашего автомобиля. Либо сразу мы обменялись, либо он поехал подумал. Потом есть же, ну, как я уже недавно говорил, есть интернет, в котором можно получить всю информацию на данный момент. И по автомобилям, и отзывы можно почитать людей. Если кто-то достаточное время пользовался подобным автомобилем, почитал, какие ремонты, какие вложения требуются в автомобиле. Отзывы сейчас. Человек сам для себя уже может принять решение приехать к нам и приобрести подобный автомобиль. Такое, я повторюсь, очень часто бывает. Потому что, ну, видел, да, машину. Ну, как-то так. На картинке. Неизвестно. Ну, видел на картинке, видел, либо видел на дороге. Но не знал, на самом деле. А его начинки там, обо всем прочем. Прокатился, посмотрел, почитал, ему все понравилось. Приехал, приобрел у нас. И вот так иногда совершаются, да. И покупки, и продажи. Одновременно практически. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Олег. Скажите, пожалуйста, вы любые автомобили принимаете на реализацию? Вот, например, если ему лет 20, это возможно? Спасибо. Вот старенькие авторы. Ну, наверное, отвечу я, да? Да, отвечу я, конечно. Принимаем, на самом деле, практически все автомобили и на реализацию, и можем в обмен его принять. Все зависит, в основном, как бы в техническом состоянии. И желательно, чтобы он был на постоянном учете в России, а не пригнанной за границей, на чужих номерах, к примеру, на литовских. Вот. То есть, ну, как-то. Я дополню. В принципе, перед продажей мы самое главное, что делаем, мы проверяем юридическую частоту автомобиля. Не угнан ли он, да? Да, то есть, проверяем на угон, на залоги проверяем, не находится ли автомобиль в кредите. То есть, в принципе, все возможные доступы к базам у нас есть. Мы проверяем полностью юридический автомобиль, соответственно, технический, и если он соответствует автомобилю для дальнейшей продажи, то мы без проблем, конечно, любой автомобиль можем взять на реализацию. Ну, иногда, наверное, бывает, что, может быть, даже лет 20, как говорится, старший автомобиль-то получше сохранился, чем, например, многие современные. Зависит от владельца еще, наверное. Конечно, зависит во многом от владельца. Но, в принципе, знаете, на каждый автомобиль есть свой покупатель. То есть, неважно, какого возраста автомобиль и в каком он состоянии, но его всегда можно довести до ума, можно так сказать, автомобиль. Ну, спасибо за вопрос вам, Олег. Друзья, не стесняйтесь. 202-11-22. По-прежнему у нас идет розыгрыш, приза, премьерный спектакль, Театр Самарская площадь, где бы вы, может быть, могли увидеть такой автомобиль, что бы это значило, может быть, какая-то есть у вас частушечка, стишок, песенка, или просто кто может ездить на этом авто, такой бы вы продали, взяли бы на реализацию, ребят? Получил бы, я думаю, вторую жизнь просто автомобиля у нас однозначно. Прокачали бы. Я думаю, да. Как следует. Ну, вот, звоните. 202-11-22. Ну, мы вот к вопросу о кредитах, да, вот покупать поддержанные автомобили в кредит, это вот не кот в мешке, как говорится, вот подвохи какие-то, я не знаю, может быть, какие гарантии вы даете на это? Смотря с какой точки зрения на СНД смотреть на данную ситуацию. Понятно, да, что при приобретении автомобиля в кредит человек, ну, понимает, что он теряет на процент. Ну, немножко переплачивают, да. Переплачивают, если правильно говорить. Но, возможно же приобрести годовалый, двухгодовалый автомобиль, который буквально недавно выехал с автосалона, на который приобрели второй комплект колес, к примеру. И то же, тоже деньги. Поставили сигнализацию. Вложились. То есть, ну, да, какие-то вложения. А на данный момент, вот уже при нынешнем положении дел, при данном курсе доллара, все это подорожало ужасно. Сами понимаете. То есть, то же самое, просто колеса купить, это минимум 30 тысяч рублей. Естественно, все автомобили новые продаются на летней резине. Зиму купить, это дорогого стоит сейчас. Поэтому годовалый автомобиль, приобретенный с небольшим пробегом, который уже существенно потерял в цене, ввиду нашего рынка российского. Он уже выехал с салона, потерял немножко. Человек, я думаю, немного потеряет. Потому что примерно сравняется. Что-то человек потеряет на ставке кредитной, да, что он проплатит. Но что-то выиграет именно в цене автомобиля, потому что он сам по себе немножко подешевел от цены дилера. Я думаю, вот так. То есть, в принципе, все прозрачно, я думаю, здесь. Человек адекватно оценивает, когда он идет покупать подержанное авто. Он либо берет, как вы говорите, двух-полутора годовалый, либо он там купит что-то постарше, но он понимает, да. Вы же даете какое-то заключение от технической стороны. На данный момент мы можем еще и дать гарантию на двигатель, на коробку передач, как минимум, для покупателя автомобиля. Мы также не отказываем в проверке автомобиля технического состояния, соответственно. Поэтому человек, приобретая у нас автомобиль, уже получает абсолютно верную информацию для себя. Нужен он ему, не нужен он ему, сколько требуется вложения, или не требуется вложения вообще в него. Поэтому, то есть, есть абсолютно объективная информация, ему остается только просто сесть, посчитать на листочке, выгодно ему это или не выгодно, и все. Ну вот я знаю, что, допустим, приехав к вам, вы находитесь в черте города, очень удобно вас найти практически в центре. Вот человек приезжает к вам, что он там видит? Он видит гараж, он может пройтись, посмотреть. Как это происходит? Ну, у нас, смотрите, как у нас, в принципе, площадка, она довольно вместительная, то есть, туда помещается порядка 100 автомобилей, в принципе, свободно. И также площадка с начинной рекламой, очень яркая, хорошая, то есть, в принципе, мимо никто не проедет. Не пройдет, кому надо, найдет. И, в принципе, как только потребитель, автолюбитель, можно так сказать, попадает к нам на площадку, его обязательно встретит менеджер, наш, в принципе, все специалисты выйдут, встретят, проводят, подскажут по каким-либо автомобилям, то есть, проконсультируют, в принципе, какой вариант может быть чем-то лучше, чем-то хуже. То есть, в принципе, грамотный подход у нас к людям, и, я думаю, человек останется доволен в любом случае, и, в принципе, у нас что-то в любом случае подберет. Вот такой вопрос. То есть, вы даете прокатиться как-то там, человеку времечко подумать? Ну, смотрите, у нас как? Ну, непосредственно автомобили, конечно, они все закрыты, находятся на площадке. Для просмотра автомобиля также выходит менеджер, то есть, он открывает все, проводит. А осмотр автомобиля проводится в присутствии менеджера. Вот. В принципе, если дело, речь идет о том, что прокатить клиента, то, в принципе, мы, как правило, садимся сами за руль, дабы не было никаких каких-то недоразумений. Ну, в принципе, конечно, по площадке можем позволить покупателю почувствовать, да, как, ну, присесть, соответственно, чтобы почувствовать, нужен ли этот автомобиль в дальнейшем человеку. Потому что в любом случае в автомобиле должно быть комфортно сидеть, удобно, и, в принципе, все это мы прекрасно понимаем. — 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните нам. Мы рады вашим звонкам, но также рады получить какой-нибудь интересный ответ на наш сегодняшний вопрос. Поторопитесь, эфир у нас, к сожалению, не все время будет идти, он имеет свойство заканчиваться, да, получить билеты на премьерный спектакль замечательного театра «Самарская площадь», спектакль «Русский» и «Литература», что там творится, будет в провинциальном городке накануне 8 марта. Это вот так, если немножечко рассказывать сюжет, я думаю, будет весело и интересно. Также у нас в ближайшее время будет розыгрыш пригласительных билетов на концерт, посвященный Булату Акуджаве. Будет задан вопрос по его творчеству. Если есть ценители и любители, «Самарская филармония» вас также приглашает. Ну и наши эксперты готовы ответить на ваши телефонные звонки. Давайте, не стесняйтесь, задавайте. Ну вот мы выяснили, что вы занимаетесь, значит, экспресс-выкупом комиссионной продажей. Какие еще услуги есть в вашем перечне? Что, может быть, вы еще предлагаете своим клиентам? Ну, в принципе, если говорить об услугах, ну, как говорили уже выше, самые основные – это, конечно, автокредит, также комиссионная продажа. Хотелось бы добавить то, что у нас стоянка является бесплатной для продавцов автомобилей. Вот. Далее страхование, как основной вид тоже услуги страхования автомобиля. У нас очень много партнеров страховых компаний. В принципе, что еще? Еще мы можем предложить также предпродажную подготовку. И, если потребуется, постановка на учет ГИБДД. Это уже есть специалист, который может проконсультироваться по этому вопросу? Да, не только проконсультироваться. В принципе, можем оказать помощь с выездом, чтобы эта процедура не затягивалась на долгое время. У нас есть фотографии, которые вы принесли к эфиру. Я предлагаю их посмотреть, а вы расскажите, что мы на них увидим. И, в общем-то, может быть, как раз-таки для вас, зрителей, какая-то небольшая такая вот картина нарисуется. Вот, пожалуйста, доступный автокредит. Вот. Это, я так понимаю, мимо проходя можно увидеть у вас? Ну, это у нас на павильоне такие баннеры. Ну, именно без каска. Вот то, о чем говорил Павел, да? То есть, первоначальный взнос минимально можно нести и, соответственно, отказаться от каска. Каждый автомобиль оснащен также ценниками, грубо говоря. И средней информацией, то есть, по приобретению автомобиля в кредит. Это отдел келетования, да, наше. Какую-то информацию девушки примерно могут посчитать сразу, в течение 5-10 минут. И человек там может для себя подумать, интересно ему это или неинтересно. То есть, этот момент не затягивается. Сравните, соответственно, какие-то такие моменты для себя ключевые. Он же наверняка приходит с какими-то параметрами, да? А бывает так, что человек приходит с одним желанием, а уходит совершенно с другим авто. Очень часто бывает. Потому что, как правило, люди на картинке, опять же, видят одно. То есть, в интернете, когда смотрят автомобиль, выбирают, вроде бы во всем устраивают. Но приходят, так скажем, почувствуют автомобиль и желание отпадает у человека. И, соответственно, может взгляд упасть на совершенно другой автомобиль и останется вполне доволен. По поводу к приобретению в кредит тоже такую замечательную историю расскажу. Однажды к нам приехал человек на автомобиль Chevrolet Lanos, насколько я помню. И на тот момент банки были достаточно лояльны. Там не было таких процентных ставок в яйцовике и всего прочего. Хорошее было время. Да, было хорошее время. Его заинтересовал автомобиль Range Rover Sport дизельный. Машина, в принципе, в очень хорошем состоянии была. Прокатился, все понравилось. Оставил заявку. И буквально там в течение, наверное, одного дня ему все это одобрили. А по большей степени, как люди для себя рассматривают кредит, они не смотрят на ставки, не смотрят на переплаты. Они считают для себя ежемесячный платеж. Человек просто устроил платеж ежемесячный. Он оставил в зачет вот этот вот Chevrolet Lanos, сел на вот этот вот Range Rover, оформился и уехал спокойно. Потом человек приехал и сказал спасибо. Он действительно в очень хорошем состоянии был, полностью обслуженный. И до сих пор он ездит и радуется жизни. В дополнение скажу еще, что этот покупатель был в Сульяновской области. В принципе, в день в день это все. По другой машине вообще приехал. Просто в другую машину посмотреть. А тут душа легла. А да, так произошло. Ну вот, мне кажется, в копилке у вашей таких историй предостаточно. Ну да, у нас в принципе близлежащие области все задействованы. Ну, продажи и покупки автомобилей. Потому что Самара это как центр. И с Ульяновской, и с Саратовской областей. То есть, в принципе, с Казани, ну, с Татарьи. А это все дает. На самом деле в Самару. И в принципе, очень большой, большая территория задействована. Ну вот, в самом начале разговора Роман сказал, что открываются, открываются, да, такие компании. Ну, видимо, есть спрос и есть предложение. А вот если говорить конкретно про автодом, вот что, может быть, вас отличает от основного такого рода таких же направлений компании? Особенно не стараемся отличаться. Хотим быть первыми, в первых позициях. Скромность – это хорошее качество. Хорошими людьми просто оставаться. Вот. Иметь хороший коллектив. Вот. Что пока получается. Еще, в принципе, у нас на данном этапе идет разработка новой услуги. И, скажем так, аналогов в Самарской области, даже скажу, не в Самаре, а в Самарской области и в ближайших областях, в принципе, нет этой услуги. Она будет запущена летом, уже летом 2015 года. Это ваша разработка? Ну, скажем так, наша, да. В принципе, эта услуга позволит довольно быстро и выгодно продать автомобили, в принципе, затрачивая очень мало времени. Ну, значит, это что-то ожидается такое. Ну, в принципе, летом уже, да, летом уже это будет работать. Ну, да, лето рукой подать. Да, в принципе, скоро это запустим, скоро это будет работать, действовать. Я думаю, очень много кому поможем. Друзья, ну, не стесняйтесь, мы ждем по-прежнему ваших вопросов 202-11-22. Предлагаю все-таки еще разыграть пригласительные билеты на концерт. Очень удивительный концерт. Вас приглашает филармония. Я сейчас расскажу, что будет к 70-летию Великой Победы. Самарская филармония представляет новую программу «Надежды. Маленький оркестрик» о жизни и творчестве замечательного поэта и писателя, ветерана Великой Отечественной войны Булата Акуджавы. К созданию этой программы подключились лучшие творческие силы филармонии, артисты, солисты, музыканты. И это все состоится 11 мая, филармония, 18.30. Вопрос, мне кажется, очень простой. В каком фильме прозвучала песня Булата Акуджавы «Нам нужна одна победа», которая та самая «Одна за всех, мы за ценой не постоим». Если знаете, если смотрели фильм, это очень простой вопрос. Звоните 202-11-22. Ну, хочется спросить, а вот средний возраст людей, которые обращаются за автомобилями к вам, это какой вот портрет ваших клиентов? Разные люди абсолютно? Абсолютно разные. Абсолютно. А молодежь это интересует, услуга? Они приходят к вам? Конечно, конечно. Ну, люди как только получают права, уже бегут к нам, если так можно сказать. Все, в принципе, от мала до велика, и здесь нет ограничений по возрасту, потому что, в принципе, автомобиль – это такой товар, которым интересуется всегда. В принципе, я думаю, не было такого времени, когда люди равнодушно проходили мимо автомобилей. Поэтому клиенты абсолютно разные. Ну, правильно, как сказал Павел, когда человек получает права, у него появляется огромное количество мыслей в голове, что купить. Ну, иногда желание не совпадает с возможностью, порой. Да, совершенно верно. Поэтому есть мы, к нам можно приехать, проконсультироваться и принять какое-то решение для себя, что действительно нужно. То есть, очень часто бывают такие вопросы, что тут до 200 тысяч. До 200 тысяч в этой категории огромное количество автомобилей, глаза просто разбегаются. Поэтому проще приехать к нам, с нами проконсультироваться, то есть мы зададим правильные вопросы, ответим правильно на вопросы человека, то, что он хочет увидеть и в чем хочет себя видеть, в каком автомобиле. И уже просто прийти к общему решению, сделать ему какое-то предложение. Вот. И все, человек уезжает от нас на своем автомобиле и учится. Учится ездить дальше после автошколы. Понятно, это все. В дополнение, Роман, еще скажу прям пару слов. У нас в партнерах, кстати, есть еще автосалон развивающийся, называется Автоледи. В принципе, они занимаются именно подбором автомобиля для девушек, женщин, то есть для начинающих автолюбителей. Прямо с языка сняли, я хотела спросить про девчонок. В принципе, как вот девушки получают только права, они могут смело обратиться либо к нам, либо к нашим партнерам. То есть салон развивается, мы им, в принципе, в этом помогаем. И у них есть и выбор автомобилей, то есть как раз такие подходящие женщины, можно сказать. Ну мы же капризные немножечко, нам же надо, чтобы все было хорошо. В принципе, там менеджеры тоже работают именно девушке, то есть они свой подход находят, можно так сказать. Вот хорошо, как сделали, очень удобно. Друзья, у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Любовь Яковлевна. Очень приятно, Любовь Яковлевна. Вы, я так понимаю, хотите ответить на вопрос? Да, я считаю, что это есть слова, есть песни, которые вы назвали фильм «Белорусский вокзал». Смотрели «Белорусский вокзал»? Да. Нравится? Да, очень давно и всегда передачи смотрю с этими артистами. Ну здорово, здорово. Как вспоминают эти дни. Это здорово, вы отправляетесь на концерт 11 мая в филармонию. Спасибо вам большое. Ну а мы ждем ваших вопросов нашим сегодняшним автоэкспертам. И по-прежнему что-то творческий конкурс у нас немножечко тут, наверное, пристопорился. Но вы, друзья, давайте разгоняйтесь, потому что тема у нас автомобильная. Как вы думаете, что же это за авто, где его можно встретить, я не знаю, что бы это значило, какую забавную подпись, может быть, марку автомобиля вы вспомните, может быть, как-то назовете, кто на нем может ездить. В общем, любой творческий подход приветствуется и поощряется билетами на премьеру спектакля «Русский» и «Литература». Вот продолжаем все-таки нашу беседу. Сказали, что у вас, значит, площадка, там стоят автомобили. Но вот нет возможности у человека, он где-то в другом месте живет, в другом городе, в области. Как тут вот быть? Нет возможности поставить авто к вам на площадку? Какой выход? В принципе, это все решаемо, здесь тоже, опять же, никакой проблемы нету, так как у нас для этого специально создана услуга, называется она онлайн-парковка. То есть благодаря этой услуге, в принципе, человек может продавать автомобиль, при этом не принимая никакого участия. И, в принципе, продажа осуществляется в короткие сроки также. Для этого необходимо просто автолюбителю подъехать, опять же, к нам на площадку единоразово. Мы осмотрим автомобиль, оценим также, в принципе. Опишем, как говорится, все данные. Составим акт осмотра, грубо говоря, все сколы зафиксируем. Сфотографируем? Да, сфотографируем автомобиль. И будем всеми возможными способами размещать его в средства массовой информации, то есть в интернете сайты, очень большое множество сайтов, которые задействованы именно для продажи автомобилей. И, в принципе, очень плотно этим занимаемся. Также человек будет пользоваться при этом автомобилем, то есть не обязательно оставлять у нас его. Ну, в принципе, продажи очень часто совершаются таким путем. Ну, это онлайн-парковка, я так понимаю, на вашем сайте можно найти? Мы размещаем, во-первых, конечно, на своем сайте и непосредственно, конечно, во все возможные сайты, которые занимаются именно продажей автомобиля. То есть, в принципе, и периодически мы поднимаем объявления в поиске, то есть очень плотно этим занимаемся. Поэтому продажи в автомобиле не затягиваются. Как правило, там, ну, не дольше недели, максимум две недели. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Василий. Очень приятно. У вас есть вопрос к нашим гостям? Автомобиль, который вы говорили, это лоджик, да? Зеленый. Ну, мы сегодня пытаемся какое-нибудь смешное название придумать к этой фотографии. Как вы думаете, что это? Я теперь... Ку-ку, вы здесь? Вы с нами? Ну, нет, мы не пытаемся угадать марка, мы пытаемся как-то, может быть, придумать новые названия. Ничего у вас не родилось в голове? Что это может быть? Кто на нем может передвигаться на этом авто? Ну, если только леший, я думаю. Леший. По картинке только лежим. Ну, почему? Может быть, там на нем цветочки расцветут когда-нибудь. Друзья, звоните, что бы это значило, что это за фото, где можно встретить такой автомобиль, кто на нем может ездить. Может быть, у вас есть какие-то свои мысли по этому поводу. Получите забавный... Получим забавный ответ, а мы вам дадим пригласительные билеты на премьерный спектакль Театра Самарской площади «Русские литература». Вот, возвращаясь к сайтам, да, у вас активно развивается сайт. Я видела там и отзывы, и ссылки на ваши услуги, и фото просто миллион вообще, и поиск очень упорядочен. А, допустим, ВКонтакте вы как-то представлены? Можно ли получить онлайн-консультацию? Да, мы не только ВКонтакте представлены, но и на Одноклассниках, на других сейчас тоже, ну, пытаемся продвигаться. Вот, в частности, ВКонтакте у нас очень оживленное обсуждение сейчас идет. То есть там, ну, знаете, да, страничка же сама по себе, можно и обсуждать просто под фотографией и все прочее. То есть очень много интересной информации и просто обсуждения. Люди общаются, между собой общаются по поводу автомобилей, ну, и по поводу нашей компании, разумеется. Ну, какие-то отзывы, да, оставляются? Конечно, конечно. И консультанты тоже, да, можно там спросить? На сайте есть онлайн-консультант, то есть может ответить абсолютно на все вопросы, ну, как уже говорили по кредитам, по всему остальному. То есть там буквально в течение пяти минут рассчитать и там примерно платеж там по кредиту сказать. Ну и пригласить подъехать. Да, конечно. Есть звонок у нас еще один. Добрый день, как вас зовут? Добрый день. Как вас зовут? Да, мы слышим вас. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег, вы у нас, надеюсь, творческая личность. Можете нам как-нибудь прокомментировать нашу сегодняшнюю лохматую фото? Простите, какую фото? Ну, вот фотографию мы пытаемся сегодня выяснить, что же это за автомобиль, кто может на нем ездить. Как вы думаете? Вы знаете, мне совсем другое. Я бы хотел задать вопрос по поводу кредита на поддержанный автомобиль. Ну, давайте. Тоже хороший вопрос. Давайте так. Я вот, насколько я могу понять, в кредит надо лучше все-таки новые машины покупать. С ними возни меньше. А поддержанные, как правило, приходится ремонтировать. Так в чем, так сказать, смысл покупки в кредит старого автомобиля? Ну, поддержанные автомобили, они же бывают. Разные, мы уже выяснили. И не только пятилетние, десятилетние, они бывают и годовалые. Если автомобиль выехал за автосалон, 30 тысяч проехал, он еще... Если проехал. Ну да, если проехал, он все еще находится на гарантии. Его же можно приобрести и точно так же спокойно обслуживать у дилера. Поэтому, ну, в данном случае, может, не возникнуть никаких проблем. Опять же таки, если автомобиль, там, чуть старше, там, ну, 5 или более лет. Сильно старые автомобили, сами понимаете, прекрасно. Не будет банк ни один кредитовать. И, может, для них это неразумно. Если автомобиль, там, пятилетний, к примеру, мы не отказываем, как я уже говорил, в техническом осмотре автомобиля, для себя можно принять это какое-то решение. Опять же, мы являемся очень лояльной компанией, которая старается подстраиваться под каждого клиента своего. Поэтому, в любом случае, мы всегда стараемся договориться, если требует каких-то вложений автомобиля. Либо мы это сами можем поправить, либо как-то немного подскинуть по цене. То есть, если того требует... Но скептиков всегда хватает, я так понимаю. Скептиков всегда хватает. Разумеется. Нет, это, в принципе, нормальное явление, потому что люди всегда, как правило, ищут в чем-то подвох. Но, на самом деле, покупая автомобиль в кредит поддержанный, здесь, в принципе, подвох не может быть, потому что, ну, у меня политика такая, что лучше, допустим, купить старый автомобиль, ну, хороший, чем новый, ну, плохой. Пусть за него переплатить непонятно сколько денег. А поддержанный автомобиль, его, в любом случае, если брать его, мы берем, по крайней мере, автомобили хорошие. Мы плохие, если даже автомобили после ДТП, мы такие автомобили стараемся не брать. Может быть, там, конечно, будет один элемент, два элемента подкрашенных, если было что-то незначительное. А если брать технический план, то есть двигатель, коробка и непосредственно ходовая часть, то, в принципе, ходовая часть, мы это все устраняем. Двигатель, коробка, если есть какие-то нарекания, мы, опять же, таких же автомобилей не берем. Поэтому безбойно можно брать смелый автомобиль в кредит. Лучше не сомневаться, а если уж есть такое желание, приехать, посмотреть, потрогать, вам все покажут, расскажут. Ну, вот бывает так, человек зашел на сайт, посмотрел, что-то приглянулось, думал, думал, пока доехал, нет авто, купили его. А у него вот характеристики какие-то. Можно ли там, я не знаю, как-то вам оставить заявку, что-то там запросить как-то? А вы, когда появится подобное что-то, можете там перезвонить или как-то? Ну, конечно, мы непосредственно занимаемся и подбором автомобилей под клиенты, потому что, в принципе, это наш хлеб, наш заработок. Для нас каждый клиент, он очень важен. Поэтому, в принципе, также можно онлайн заявку у нас на сайте оставить на подбор автомобиля. Мы записываем себе контактные данные по клиенту и, в принципе, под него подбираем уже не один-два варианта, а стараемся подобрать как можно больше. То есть, 5-7 вариантов, то есть, да, в принципе, их собираем в одном месте. Также у нас на площадке человек после этого, ну, в коротчайшие сроки это происходит, я думаю, это, в принципе, в течение недели, это самый максимум, это можно осуществить. Человек приезжает, и у него уже есть выбор, то есть, наглядный 5-7 автомобилей, он, я думаю, из 5-7 точно какой-то вариант понравится. А вот у меня такой девчачий вопрос. Бывало ли такое, что вот-вот просят, но нереальное что-то такое, а попадается? Просит, но нереальное? Да, я не знаю, там, что-нибудь, какую-нибудь удивительную модель, какой-нибудь раритет, какую-нибудь редкость. Подалось вам что-нибудь такое? Бывает, конечно, но это очень редко, конечно, очень редко бывает. Какой цвет удивительный? Ну, с редкими автомобилями, в принципе, у нас не так уж и плохо в Самаре. Всякого бывает, бывают и розовые там автомобили. Вот многие, может, видели розовую Мандеву ездить. Да, любители. Ну, конечно. Все, да, люди делают с автомобилями что угодно. То есть, можно, в принципе, даже какой-то такой заказ оставить, а вдруг, да? Ну, можно, конечно. Очень широкий рынок, очень широкий рынок у нас в Самаре, поэтому, я думаю, всегда можно что-то интересное подобрать. Ну, если, конечно, не рассмотреть там безумно дорогие автомобили, которые только в Москве, там, в Автолимане можно найти. Поэтому, это уже не так. То есть, только тут, конечно, единственное, если не так, ради смеха это все оставляет заявки. Ну, естественно. А если действительно человек заинтересован, я думаю, мы в любом случае сможем подобрать. Потому что все-таки Самара, да, как Роман сказал, очень насыщенный рынок. Поэтому найти можно что угодно. Бывает, даже люди не продают автомобиль, но он где-то стоит, где-то есть. То есть, этих людей все равно контакты налажены у нас, поэтому всегда мы можем найти выход. В принципе, наверное, база-то у вас достаточно абсурдная. Разумеется, общаемся с людьми. Что-то просто там есть где-то в голове. Видел. Общался с человеком. Встречал. Да, где-то видел, да. Но, опять же, ну, достаточно много автомобилей просто в базе у нас на сайте можно найти, посмотреть. Но периодически информация обновляется. По поводу базы еще могу сказать, что мы пытаемся поддерживать свою базу даже привлечением клиентов. Клиентов, грубо говоря, у нас есть карта постоянного клиента, так скажу. Человек может привезти, в принципе, друга. Если друг продаст автомобиль через наш в целом, может получиться продажа тоже какой-то бонус. То есть, в принципе, система у нас очень работает довольно-таки хорошо. И, в принципе, люди очень часто приводят своих товарищей, знакомых. Ну, грубо говоря, и каждому там бонус, я думаю, будет приятен. Пришел сам, приведи друга. Да. Почему нет? Ну, вот, друзья, как так незаметно наша программа подошла к концу. Сегодня, я надеюсь, вы получили ответы на какие-то интересующие вас вопросы. Все остальные подробности вы можете узнать у наших специалистов, экспертов, позвонив по телефону, зайдя на сайт или приехав по адресу, который указан у вас на экране. Я думаю, что какие-то, если есть моменты свои личные, можете уточнить. И искренне желаем вам в этом году обрести тот автомобиль, который вы хотите, на котором достойно ездить. Именно вы, который прошел технические все характеристики, за которые отвечают наши сегодняшние гости. Спасибо вам большое. Ну, а вам, друзья, хорошего дня. До встречи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok